Дорогие друзья! Добрый день, Толя! Добрый день, дорогие дамы и уважаемые господа! А речь сегодня пойдет вот о чем, дамы и господа. Неделю назад я вам рассказал, что в городе Ричмонде, это столица штата Вирджиния, с монумент авеню аллеи монументов были убраны памятники пяти конфедератам. Четырех конфедератов мы знаем, ну, каждый, кто более или менее знает американскую историю, знает достаточно хорошо. Кто знает о гражданской войне? Это президент конфедерации Джефферсон Дэвис и это генералы Роберт Ли, Томас, Стоунволл Джексон и Джеб Стюарт. Сегодня я познакомлю вас с человеком, которому был поставлен памятник, пятый памятник. И об этом человеке мало кто знает. Это Мэтью Фонтейн Мари. Мэтью Фонтейн Мари. Мари не был не генералом, он не был известным политиком, он вообще политиком не был. И память к ему на аллее монументов заметно отличался от памятников президенту конфедерации трём генералам. Президент и три генерала, они были, сидели на лошадях, на конях. А Мэтью Фонтейн Мари сидел в кресле. Причём над его головой был помещён глобус, и глобус омывала вода. Его посадил в кресло скульптор не потому, что Мари не умел сидеть в седле. Он сидел в седле прекрасно, он вырос в штате теннисе, в только-только что осваиваемых местах. Ну и там все, не только мальчики, но и девочки умели ездить вверху. Почему скульптор изобразил его сидящим, а над ним глобус, омываемый морской водой или океанской водой, причём в этой воде мы видим лодку с матросами. Мари Фонтейн Мари, его называют исследователем морей и отцом современной океанографии и морской метеорологии. Он был океанографом, он был метеорологом, он был астрономом, он был катографом, он был геологом. Его труды переведены на десятки языков, в том числе и на русский язык. Причём в 1855 году он был избран членом Петербургской академии наук. А в 1915 году Международный астрономический союз присвоил имя Мари Ква, кратеру, который находится на Луне. Но в стране, в которой этот человек родился, рос и творил, его имя мало кто знает. А сегодня пропагандисты культуры, отмены есть такие пропагандисты, расисты, я их ещё называю. Они хотят вычеркнуть из истории имена многих людей, так или иначе связанных с конфедерацией, в том числе и имени Мэтью Фонтейна Мари. Давайте мы познакомимся с этим замечательным человеком. Замечательный человек, прекрасный учёный. Он родился в 1806 году в Вирджинии. Ему было 5 лет, когда семья перебралась в штат Тенниси. И вот что интересно, он был четвёртым сыном фермера, у которого было 5 сыновей и 4 дочери. Дед его, папа, по отцу, дед, Джеймс Мари, он был учителем, преподавал многие науки, в том числе и географию. Одним из его учеников был будущий президент Томас Джефферсон. Первые Мари, предки, пересекли океан из Европы в Вирджинию в 1714 году. И пастор Джеймс, учитель Томаса Джефферсона, он родился через 4 года после того, как другие Марии, его отец и мать, пересекли океан. Они были потомками гугенотов, которые бежали из Франции из-за религиозных преследований. В работе с учениками пастор Мария, я ещё раз повторю, обычно использовал географию, все науки, которые связаны с географией. И в 1726 году, в 1756 году, прошу прощения, он объявил, об этом есть письменное свидетельство, письменное свидетельство. Он объяснил письменно, почему следует исследовать Соединённые Штаты Америки, пройти путь до Тихого океана. Его уже не было в живых, пастора Мари, Джеймса Мари, отца, деда нашего героя. В 1804 году его не было в живых. Президент Томас Джефферсон организовал экспедицию Льюиса и Кларка, которые пересекли американский континент до Тихого океана. Ну, давайте вернёмся к нашему герою. Мэтью Фонтейн Мари с детства бредил морем, он хотел быть моряком, но его отец категорически был против. И у отца были основания. Его старший сын, первый вообще ребёнок в браке, был военно-морским офицером. Он плавал, он заразился жёлтой лихорадкой и умер во время плавания, и его хоронили по морской традиции, его хоронили в океане. И отец не хотел, чтобы другой сын, младший сын, Мэтью Фонтейн, также стал плавателем и в случае смерти был бы похоронен не в земле, а в океане. Но сын ослушался отца. В 19 лет он покинул дом и стал моряком, лишившись таким образом отцовской материальной помощи. Он стал в 19-летнем плавать, и его первый рейс был очень интересен на фрегате Брондвейн, это у нас 1825 год. Это плавание было интересно не потому, что это было первое плавание Марии, это 19-летнего пацана, мало кто знал. На этом корабле возвращался из Соединённых Штатов во Францию маркиз Деллафонтейн, герой войны за независимость. Через 50 лет после войны за независимость он был в Соединённых Штатах, путешествовал по стране, и вот возвращался он во Францию на том же самом фрегате, на котором служил молодой 19-летний матрос Мари. И уже в первом плавании вот этот пацан, 19-летний юноша, он заинтересовался многими проблемами, которыми не интересовались другие матросы. В частности, изменением атмосферного давления, когда корабль меняет курс. В то время этим мало кто интересовался. Вполне могло быть, что Мари остался бы военным моряком и плавал, как военный моряк, а наукой бы не занимался. Но произошёл случай, как в таких случаях говорят, не было бы счастья, несчастье помогло. Помогла тяжёлая травма. В декабре 1839 года Мари ехал в дилежансе из Теннесси в Нью-Йорк. Он возвращался от родителей из Теннесси в Нью-Йорк. Много сот миль. Декабрь. Холодно. И вот на одном из спусков, интересная, конечно, деталь, у него было место в кабине дилежанса, а у одной из женщин, пожилой женщины, места в кабине дилежанса не нашлось. Ей следовало быть на крыше. Мари, морской офицер, уступил женщине место, в кабине сам расположился на крыше. И вот когда на одном из крутых поворотов дилежанс наклонился, он упал с крыши, сломал ногу, провалялся три недели в госпитале. Когда выздоровел морское начальство, пришло к выводу, что ему не место валенного офицера моряка в океанах и морях. Он остался служить во флоте, но был списан на берег и получил возможность заниматься наукой. Он основал гидрографическое управление и военно-морскую обсерваторию. Он занялся изучением вопроса о кратчайших морских путях. И вот что интересно. Он пришел к выводу, что самый быстрый путь в океане – это не самый короткий путь, а тот путь, когда корабль, судно, подчиняется течению и ветрам. И он стал прокладывать пути, по которым следует плыть парусным судам. В частности, благодаря ему путь от Нью-Йорка до Экватора был сокращен с 40 дней до 24. Точно так же он прокладывал морские пути не только через Атлантический океан, но и через Тихий океан, и через Индийский океан. Его исследования стали известны всему миру. Кроме того, стали известны его книги. В 1847 году он написал книгу «Карты, метров и течений в Северной Атлантике». Работа, его работа «Направление плавания и физическая география морей и их метеорология» эта работа до сих пор переводится на различные языки. Кстати, книги «Мари» переведены на много языков. Повторю еще раз, они переведены на русский язык. Он разработал систему морских коридоров. Им была организована в Брюсселе конференция, международная конференция, которая объединила метеорологические службы большинства стран. Он стал известен как действительно человек главный исследователь моря. И вот что важно нам с вами знать. Мэтью Фонтейн-Мари, уроженец Вирджинии, житель штата Тенниси, там семья, это рабовладельческие штаты, он никогда не был рабовладельцем, но он и не был аболиционистом. Его в то же самое время волновало, что страна близка к расколу из-за того, что существуют разногласия между северными и южными штатами. Кстати, мы с вами прекрасно знаем, что когда образовались Соединенные Штаты, рабовладение было во всех 13 штатах, но к середине 19 века северные штаты, большинство в северных штатах отказались от рабовладения, в южных штатах рабовладение сохранилось. Мари, повторю еще раз, не рабовладелец, но и не аболиционист, он искал способы, чтобы каким-то образом помочь решить этот вопрос. И в частности, он предложил организовать для американцев южан, у которых есть черные рабы, он предложил им организовать американскую колонию в Бразилии. Так колония должна была быть названа Бразильская Американская Республика. Я напомню, дамы и господа, что, во-первых, в Бразилии, в Бразилии, рабовладение было узаконено, рабов свое вообще привезли, черных рабов из Африки в Бразилию, гораздо больше, чем в Соединенные Штаты. Но в 1850 году, в 1850 году, был запрещен в Бразилии импорт черных из Африки в Бразилию. В Соединенных Штатах импорт из Африки был запрещен гораздо больше. В 1850 год. И когда Мари предложил Бразилию, президенту Бразилии Педро, организовать колонию с черными из Соединенных Штатов, и из Соединенных Штатов импорт не был запрещен, то Педро, президент Бразилии, с этим согласился. Но время бежало быстро, приближалось 1861 год, конец 1860-го, начало 1861-го, раскол Соединенных Штатов, и планы Мари по организации Американской Республики в Бразилии так и остались планами. Летом 1860 года, вот это тоже важно, Мари обратился к губернаторам четырех штатов, а также к губернаторам Пенсильвании, Нью-Джерси, Мэриленда и Делавера. Эти штаты, они были пограничны с южными штатами. И Мари считал, что губернаторы этих штатов могут помочь, помочь, чтобы страна не раскололась. Его усилия ни к чему не привели. После победы президента Линкольна на выборах в 1860 году произошел раскол. Первой откололась от Союза Южная Каролина, затем откололись еще пять штатов, и Мари был в растерянности. Вирджиния, когда уже образовалась конфедерация, Вирджиния была еще в составе Союза. Но наступил перелом, и Вирджиния вошла в состав конфедерации, вышла из Союза. И вот 20 апреля 1861 года, практически в один день, в этот день, 20 апреля 1861 года, подал в отставку полковник Роберт Ли. И мы с вами знаем, я об этом говорил, многие из вас знают, Роберту Ли был предложен чин генерала-майора с тем, чтобы он вошел в состав армии, которая будет оборонять Вашингтон. Но когда Вирджиния вышла из состава Союза и присоединилась к конфедерации, Ли сказал, он не может поднять руку, меч на свой штат. Он был гражданином Вирджинии, он родился в Вирджинии. Мари в тот же самый день, 20 апреля, подал заявление об отставке, потому что он вирджинец, он не желал воевать с Вирджинией. Я еще раз напомню, дамы и господа, чтобы мы с вами это прекрасно знали. В то время жители многих штатов, большинства штатов, особенно южане, они рассматривали себя, они считали себя не гражданами Соединенных Штатов Америки, они считали себя гражданами штатов, в котором они родились. Ну и соответственно, вирджинцы Роберт Ли и Мэтью Фонтейн Мари, они не желали воевать против штатов, в котором они родились. Когда война закончилась? Война закончилась поражением конфедерации. Мари в это время находился за границей, и у него возникла идея создания оплота бывших конфедератов, которые не желали жить под северянами, не желали быть под победителями. У него возникла идея создать такие поселения в Мексике. И он, в частности, предложил Роберту Ли тоже быть среди участников, жителей таких поселений. Роберт Ли отказался, отказался письменно. Он написал, что ни в коем случае он не хочет покидать страну, он хочет приступить к тому, чтобы эта страна объединилась. Мари три года жил за пределами Соединенных Штатов. Три года жил за пределами Соединенных Штатов, но когда в 1868 году федеральное правительство официально объявило, что не будет преследовать людей, которые были конфедератами, он вернулся в Соединенные Штаты. Ему было предложено несколько мест для работы. высших учебных заведений он выбрал Виргинский военный институт. Выбрал по одной причине. Главная причина была в том, что Виргинский военный институт находился в городе, до сих пор находится в городе Лексингтон, это Вирджиния, и в этом же городе находился колледж Вашингтона. Сегодня это университет Вашингтона и Ли. Президентом колледжа Вашингтона был Роберт Ли, и Мари хотел работать рядом с ним. Он принял предложение и стал преподавателем, профессором Виргинского военного института. В то же самое время он занимался исследованиями в штате Вирджиния, исследовал полезные ископаемые. Им составлена геологическая карта Вирджинии, составлена физическая карта Вирджинии. И он умер в рассвете, скажем, сил ученым, который был признан ученым во всем мире. Теперь давайте вернемся к вопросу, почему, чем он не устраивает нынешних хулителей американской истории. Он не был, я еще раз повторяю, он не был генералом, он не был политиком, он был ученым. Но тот факт, что Матью Фонтейн Мари хотел создать анклав в Бразилии для лежан с рабами, это восстановило против него многих хулителей американской истории. Они не желают ему это простить, и поэтому среди памятников, которые рушатся, есть и памятник, как бывший памятник он стоял в Ричмонде Матью Фонтейну Мари. Как долго будет продолжаться гонение, мы можем с вами только гадать. Кстати, в стате Вирджинии есть река, которая носит его имя. Останется эта ли река именем Мари, нам остается гадать. Его именем назван один из корпусов Военно-морской академии в Анаполисе, нам остается гадать. Сохранится ли его имя? Его именем назван громадный зал, холл в университете Джеймса Мэдисона. Этот университет находится в Вирджинии, нам остается только гадать. Я, дамы и господа, специально решил остановить, рассказать об этом человеке. Во-первых, потому что он большой ученый, великий ученый. Во-вторых, потому что его имя вычеркивается из истории. Ну и в конце концов, мы должны знать о нем. Я вам признаюсь откровенно, дамы и господа. Я кончал географический факультет Ленинградского университета. Если бы я учился на кафедре океанографии или метеорологии, я бы наверняка знал имя Мэтью Фонтейна Маи. Сто процентно знал. Я учился на кафедре геоморфологии и четвертичной геологии, и мы морями и метеослужбами не занимались. Его имя я узнал к стыду своему только тогда, когда в первый раз приехал в Ричмонд и гулял по аллее монументов, и его памятник был пятым. Надо было пройти полторы, может быть, две мили до этого памятника. И когда я увидел памятника, сидит какой-то господин в кресле, я задал сам себе вопрос, что это за господин? Только тогда меня заинтересовал Мэтью Фонтейн Мари. Я бы хотел, чтобы имя этого замечательного ученого знал каждый из нас, каждый, кто интересуется историей. Вот на этом я ставлю точку в монологе. Дамы и господа, будет небольшой перерыв на рекламу. Не покидайте волну нашего радиа. Я вернусь к вам через несколько минут. Мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». Номер телефона в студии 847-400-5200. Мы дадим Алексею возможность еще минут 5-7 рассказать о чем-то очень важном. Ну, а потом обязательно примем ваши звонки. Спасибо, Алексей. Прошу вас. Окей. Спасибо большое, Анатолий. Ну, дамы и господа, мы знаем, каждый кулик хвалит свое болото, каждый родитель хвалит своего ребенка, а каждый автор хвалит свою книгу. Значит, у меня есть две книги, многие из вас читали, кто-то купил книги о американской истории. Я повторяю, я сейчас расскажу два слова о каждой книжке, и это интересно для тех, кто интересуется американской историей. Если вас не интересует американская история, ничего страшного, кстати, в этом нету, хотелось бы, чтобы интересовало, то нет смысла не тратить деньги на покупки книги, и нет смысла, естественно, расходовать драгоценное время на их чтение. Книжка, которая вышла в прошлом году, «Тень проклятия Текумсе над Белым домом». «Тень проклятия Текумсе над Белым домом». Текумсе был индейский вождь, знаменитейший индейский вождь, о нем написаны книги. В 1813 году он был убит в схватке с американской армией. Он индейцы, те индейцы, которые жили в районе Великих озер, сражались на стороне англичан. И он был убит. И вот спустя много лет, в 1840 году, Генри Харрисон, который командовал американской армией, той самой армией, которая убила Текумсе, его брат Текумсе объявил, Гаррисон выдвинул свою кандидатуру в президенты. Брат Текумсе объявил, что Гаррисон не выиграет выборы. Если выиграет выборы, то через какой-то, то не дослужит в офисе до конца срока. И в последующем все великие вожжи, так он называл президентов, все великие вожжи, которые будут избраны в года кратные двадцати, кратные двадцати, они не дослужат до конца своего срока. Действительно, Гаррисон умер, был избран, умер через месяц после того, как он инаугурации. Это 1840 год. В 1860 году президент Линкольн, он не дослужил до конца срока, был убит. В 1880 году Гарфилд, Джеймс Гарфилд, он не дослужил до конца срока, он был убит. В 1900 году избранный президентом МакКиндли не дослужил до конца срока, он был убит. В 1920 году Уоррен Хардинг избранный в 1920 году, он умер в 1923 году, сердечная недостаточность умер до конца срока. 1940 год Франклин Дилана Рузвельт, он был правда избран потом и в 1944 году, но он не дослужил до конца срока, он умер. 1960 год, 1960 год, мы все с вами знаем, что произошло, с Джоном Феджеральдом Кеннеди, избранным в 1960 году. В 1980 году был ранен, ранен Рональд Рейган, Рональд, к счастью, он выжил. Дамы и господа, два дня назад, вы наверное об этом знаете, поступило сообщение, что человек, который стрелял в Рональда Рейгана, он стрелял в 1981 году, он лечился в психиатрической больнице, потом был под надзором мамы, на этой неделе, пару дней назад, был принят решение судьей, что он может теперь жить, так сказать, без надзора. Теперь 2000 год, с Джорджем Бушем все случилось нормально, никаких, с ним ничего не произошло, но было покушение в Добилиси, покушение, к счастью, завершилось ничем. Ну и у нас человек, который избран в 2020 году, мы знаем, кто это такой, вопрос. Проклятие такумсе, как проклятие такумсе отразится на Слипи Джо. Эта книжка вышла в прошлом году, есть две интересные главы, все интересные, но две главы очень интересные, они привлекли внимание очень многих. Одна глава называется так, что если бы Линкольн не был убит? И вторая глава, что бы случилось, если бы Франклин Дилана Рузвель не заменил вице-президента Гарри Трумэном? Мы знаем, что вице-президентом в администрации Рузвельта во время третьего срока был человек, который сочувствовал коммунистической партии. Если бы Рузвель не заменил его Трумэном, то после смерти Рузвельта у нас бы президентом стал человек, который преклонялся перед Сталинским Советским Союзом. Эта книжка «Тень проклятия Токумсе» она вышла в прошлом году. В этом году вышла книжка «Черные работорговцы». Она «Рабовладельцы», «Черные рабовладельцы» и другие американские истории. Эта книжка, дамы и господа, во-первых, о американских, о событиях американской истории, о которой не рассказывают учителя в школах и не рассказывают профессора и преподаватели в университетах, в частности, в школах и в университетах не рассказывают, что в нашей стране были тысячи черных рабовладельцев. Черные рабовладельцы владели черными рабами. Но эта книжка есть и другие истории, на мой взгляд, очень интересные, причем есть истории о людях, о которых, к сожалению, мало кто знает. Мало кто знает, ну, например, о человеке, первом евреи-сенаторе в Соединенных Штатах, Джуда Бенджамин, он был сенатором от Луизианы, когда образовалась конфедерация, он занимал три министерских поста, он был министром юстиции, государственным секретарем и военным министром, он был правой рукой Джефферсона Дэвиса. Когда конфедераты проиграли войну, он уехал в Англию, и в Англии, он приехал в Англию, ему было более 50 лет, он снова стал учиться, учиться на английского лоера, на английского юриста, он стал одним из лучших адвокатов Британии, одним из лучших. О Джуде Бенджамине есть тоже очерк в этой книге. Дамы и господа, повторю еще раз, тот из вас, кто интересуется американской историей, полюбит мои книжки, как их можно купить? Ну, во-первых, вы можете купить книжки на Amazon.com, Amazon, на Luloo.com, там книжки стоят та и другая 17 долларов с копейками, ну и с вас возьмут, естественно, какой-то налог, в зависимости от штата, в котором вы живете, и возьмут деньги за пересылку, почтовую пересылку. У меня, если вы будете покупать эту книжку, у меня, у меня вы ее купите за 20 долларов, в эту сумму входит почтовое отправление, никаких налогов я, естественно, не беру, плюс личный автограф каждому, не формальный автограф Алексея Орлов, а личный автограф каждому. Чтобы купить у меня книжку, это сделать очень просто, дамы и господа. Я вам называю свой имельный адрес, мой имельный адрес единица 1 MashaOrlov at gmail.com Кстати, в офисе нашей радиостанции вам могут дать мой имельный адрес. На мой имельный адрес вы сообщаете свой на мой имельный адрес, я получаю ваш имельный адрес и отправляю вам сообщение о своем почтовом адресе, и потом на почтовый адрес вы посылаете чек или мани-ордер, я посылаю вам книжку. Дамы и господа, как сказал великий Горький Алексей Моисович Горький, всему хорошему в жизни я обязан книгам. Я повторю Горького, дамы и господа, если говорить лично обо мне, то да, действительно, ну, если не всему хорошему, то большинству хорошему, чему я обязан, я обязан книгам. Вот на этой ноте разрешите поставить точку в монологе, я с удовольствием принимаю телефонный звон, и причем вы можете задавать вопросы совершенно не обязательно по теме, которая была поднята в первые 30 минут. Замечательно, спасибо огромное за ваши рассказы о книгах и немножко о содержании, то есть я, у меня есть обе эти книжки, и должен сказать, просто с огромным интересом их прочел, поэтому, дорогие друзья, и вам советую, как сказал Алексей, те, которым нравится изучать историю Америки, Соединенных Штатов, это просто, как говорится, эй-маст. Ну, а теперь мы принимаем звонки. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, сейчас идет разбирательство в Сенате преступлений в Афганистане. Чем может это все кончиться? Войной в Ираке. Вопрос замечательный. Ничем абсолютно это не кончится. До тех пор, пока обе палаты Конгресса, обе палаты Конгресса находятся под управлением Демократической партии, этим генералам, министру обороны. Им абсолютно ничего не грозит. Я уже не говорю о президенте Байдене, потому что, как показали вчерашние слушания, нам остается либо верить президенту, либо верить двум генералам. Президент в августе в интервью Степана Полосу, это ABC, сказал, что он во всем следовал совету генералов. Генералы ему советовали убрать из Афганистана все войска. А вчера два генерала сказали, но-но-но-но-но-но-но-но-но. Каждый из них сказал, что он советовал президенту Байдену оставить, ну, по крайней мере, две с половиной тысячи солдат и офицеров в Афганистане. Значит, кому верить? Значит, там, ничем это дело не кончится. Опять-таки, если, если палату представителей после выборов в следующем году, промежуточных выборов, если республиканцы получат большинство, они вправе затеять процесс импичмента против президента Джо Байдена. Другой вопрос. Надо ли затевать такой процесс, поскольку процесс не приведет к изгнанию Байдена из Белого дома? Потому что, ну, мы знаем, для того, чтобы изгнать Байдена из Белого дома, должно быть решение Сената, причем не простого большинства Сената, а две трети. Этого не произойдет. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, процесс импичмента следует затевать, чтобы вся страна, по крайней мере, не только те, кто смотрит Fox News и слушает наше радио, а, по крайней мере, вся страна узнала, что из себя представляет Джо Байден. Окей, давайте ждать промежуточных выборов. Что же касается генералов, которые вчера давали показания, и министерства, и министра обороны, с ними ничего не произойдет. Ничего страшного. Для них. Спасибо большое. Спасибо. И мы принимаем следующий звонок. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Спасибо за вашу интересную передачу. У меня к вам два таких вопроса. Один исторический, вы рассказывали исторические факты, которые проходили в нашей стране. Я как-то читал про Льюиса и Кварк, и там была непонятная история. Один из них был застрелен в очень молодом возрасте. Если вы могли прокомментировать, рассказать эту историю, кажется, он Льюис был застрелен. И это было как-то непонятно освещено, там покрытие было, там не было связано, почему он был убит, и как-то такая история была очень странная. А второй вопрос по поводу того, что сейчас происходит в Чикаго, это открытие, как говорится, вчера показывали по телевизору, как там Обама, его жена и мэр Чикаго, они там бросали землю, открывается новая библиотека по поводу Обамы и так далее. И там были какие-то люди, которые протестовали, люди, которые поддерживают. Хотелось бы прокомментировать и узнать с точки зрения чикасских жителей по поводу этого вопроса. Открытие, постройка библиотеки. Спасибо большое. На первый вопрос, вы знаете, это затрагивает тему. Был один из них, действительно, Льюис убит уже после экспедиции, история темная. И в двух словах я не могу об этом говорить, тем более, что до сих пор, сколько прошло, никогда не было выяснено, как, при каких обстоятельствах, почему и зачем. Поэтому я, к сожалению, я должен сказать, на ваш вопрос не отвечать. Что касается второго, то у нас принято в стороне, что каждый президент строится библиотеки. Ну, не каждый. Это началось, если меня не изменяет память, с Рузвельта, с Франклина Дилана Рузвельта. Причем, опять-таки, в прошлом не строили специальные библиотеки, а в их домах, где они, так сказать, жили, в поместьях, в домах открывались, так сказать, музеи. Но в последние годы строятся специальные библиотеки. У нас есть библиотека Джорджа Буша, папа, есть библиотека Рейгана, библиотека Клинтона, опять-таки, хотя же его... Это нормальные дела. Причем, строительство, как правило, как правило, на частные сбережения, то есть, на частные пожертвования. Правительство, федеральное правительство в этом деле финансово, как правило, вообще не участвует. Но я так полагаю, что у Обамы громадное число поклонников среди крупных корпораций, миллиардеров, миллионеров, и эта библиотека будет построена. Кто будет ее посещать, мне трудно. Я не берусь, судите, меня в этой библиотеке не будет, меня не интересует. Я... Знаете, библиотека. Мы, например, знаем из автобиографии Обамы. Обама написал три автобиографии. Самое интересное, на мой взгляд, честно, это была первая автобиография, он ее писал, когда он не собирался даже заниматься политикой. Поэтому в этой автобиографии он не скрывает, что у него учителями были марксисты, и он не скрывает, кто был его ментором, когда он учился в школе на Гавайях. Это был коммунист, за которым следила FBI, он его называет по имени. Это первая автобиография. Вторая автобиография, она менее интересна, потому что он уже шагнул в политику, он скрывает свое прошлое. Что касается его третьей автобиографии, это увесистый том, по-моему, вышел один том, будет еще второй том, но я вообще не знаю, кто будет это полностью считать. А библиотека, в библиотеке обычно собираются все материалы, которые так или иначе относятся к президенту. Опять-таки, масса материалов, которые будут в библиотеке Обамы, в первое время масса материалов будут засекречены и будут раскрыты через 50 лет, через 75. Опять-таки, это будет грандиозное какое-то здание и бог знает какое. Почему в Чикаго, хотя он родился не в Чикаго, обычно строятся такие библиотеки на родине президентов, на родине. Ну, поскольку Обама родился не в Чикаго, но в Чикаго прошла его молодость, после университета, там началась его политическая карьера, это он будет, библиотека будет в Чикаго. Я ничего не могу сказать ни плохого, ни хорошего об этом событии, кроме того, что меня в этой библиотеке не будет. Может быть, что интересно, должен был быть на вчерашнем представлении, должен был быть Байден. Байден на это представление не приехал, потому что до сих пор идут в Конгрессе, мы с вами знаем разговоры о бюджете, на 3,5 триллиона бюджет, нет, это не бюджет, это программа, это реформа, бог знает, что республиканцы грозят, и, видимо, я не знаю, претворять ли не свою угрозу в жизнь, не разрешать Соединенным Штатам залезать дальше в долги, если разрешение не будет получено, чего раньше, кстати, никогда не было, всегда разрешалось увеличивать долг страны, если это не будет сделано, я не знаю, какие могут быть последствия. в истории ничего подобного не было. Но вот сейчас идут в Вашингтоне все эти разговоры, поэтому Джо Байден в Чикаго не приехал. Если позволите, я просто добавлю немножко по поводу, почему демонстрации за, мы прекрасно понимаем, тут комментарии излишни, а вот почему против, так это именно потому, что место, где будут строить библиотеку, это вообще-то очень такой красивый, старинный парк, и вот правительство Чикаго не нашло ничего лучше, чем взять и построить эту библиотеку на территории этого парка, а так как библиотека будет очень большое здание, огромное здание, там будет потрачено более 300 миллионов долларов на создание этого здания, парковки и так далее, то конечно они просто уничтожат этот старинный очень красивый парк, и вот поэтому те, которые протестовали, они протестовали именно вот по этой причине. Толя, если сносятся монументы, то подумаешь, какой-то парк, а у нас есть президент марксист, первый в истории черный президент, да плевать на все остальные монументы, нужно ему поставить такую библиотеку, чтобы она вообще покрывала все Чикаго сверху донесу. Да, в принципе так оно и есть, но тем не менее, вы понимаете, Алексей, тут то, что тут творится именно по поводу Обамы, причем, знаете, они уже смеются все, почему, потому что он вообще сюда не приезжает, то есть тот дом, который, в котором он жил и в который он возвращался в будущем. У него есть, во-первых, особняк в Вашингтоне, ну да, а потом он купил на острую, Марти Виньерд, это в Массачусезе, прекрасный приокеанский участок, с прекрасным совершенно домом, что ему делать в Вашем Чикаго? Правильно. Там сплошные ветры, зимой там вообще на улицу нельзя выйти, потом, там давно уже нет Майкла Джордана, что вообще делать в Чикаго, объясните мне, я вам скажу, поэтому отсюда люди бегут во Флориду, но, я вам скажу честно, вот если бы он совершил мужской поступок и построил бы свою библиотеку у себя на территории в Марта Виньерд, вот это был бы мужчина. На Марта Виньерд ему никто не разрешит, то ли, такую библиотеку строить. Ну да. Есть архитектурные правила, там не разрешать. Вот если бы он на Гавайях построил, было бы лучше. Причем ближе к океану, так, чтобы она недолго там стояла. Почему, Толя? Почему недолго будет стоять? Никакого потепления в ближайшие 20-30 тысяч лет. Так, океан же, вы не поняли, океан берег подмывает, там же вот скоро уже в связи со всеми этими потеплениями там берега брушится и в Калифорнии. Толя, это нам рассказывают, что берега брушится. Если бы берег обрушился, Обама не купил бы дом на берегу океана в Массачусетсе, Обама прекрасно знает, что ничего не поднимается, ничего не обрушится. И тем не менее, факт остается фактом. Все равно об этом говорят, и все равно нас тут страшают так, что если, не дай Бог, что-нибудь, то к 36-му году, бай-бай, как, помните, была песня, «Goodbye, Америка». Ну, неважно. У нас остается, самое главное, что у нас есть еще две с половиной минуты для вашего заключительного слова. Прошу вас. речь пойдет через неделю о планах наших замечательных социалистов построить в Соединенных Штатах то, что называется «Vilfare State» – государство всеобщего благосостояния. Ну, эти государства всеобщего благосостояния, у нас есть Швеция, Норвегия, Дания, Германия, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, и наши социалисты хотят построить нечто подобное в Соединенных Штатах Америки. Мое исследование, я прошу прощения, я называю свою работу, которую я вам представлю на следующей неделе, я называю исследованием. Я постараюсь доказать, что, во-первых, в Соединенных Штатах построить государство всеобщего благосостояния невозможно. Я назову причины, почему невозможно. Более того, я напомню, что в 60-е годы Линдон Джонсон взялся за строительство великого общества, то есть своего рода государство всеобщего благосостояния. Были истрачены с середины 60-х годов по сегодняшний день триллионы долларов на то, чтобы в нашей стране вообще бедноты, бедности вообще не существовало. Процент бедности, это официальная цифра, официальная, потому что наши бедняки это не африканские бедняки, не российские, не украинские. У наших бедняков есть аэрокондишн, есть машины, есть смартфоны, есть все, что угодно. Ну, официальная цифра, у нас где-то 12%. То есть процент бедноты в Соединенных Штатах, несмотря на затраченные триллионы долларов, остается прежним. Вот об этом я буду вам рассказывать ровно через неделю, дамы и господа. Спасибо большое, Алексей. Как всегда, я желаю вам здоровья, желаю вам творческих, таких плотных успехов и обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Всего хорошего, дамы и господа. Будьте здоровы, будьте здоровы.